Павитрапана Экадаши Слава Павитрапана Экадаши описана в Хавишьот Тарапуране в беседе Господа Кришны и Махараджи Юдхиштхиры. Однажды Махараджа Юдхиштхира обратился к Кришне с такими словами «О Матхусудана, убийца демона Матху!» Как зовется тот Экадаши, что приходится на период растущей луны в месяце июля-августе? И какова его слава? Пожалуйста, расскажи мне об этом подробнее. Господь Кришна отвечал «О Царь! Этот священный Экадаши зовется Павитра Экадаши!» Теперь, пожалуйста, внимательно выслушай рассказ об этом Экадаши, который уничтожает следствие всех грехов. Слушая о славе этого Экадаши, человек получает результаты жертвоприношения Баджапея. В древности, в начале два Параюги, жил царь по имени Махимджит, который правил царством по имени Махисмати Пури. Поскольку у царя не было сыновей, он не находил никакой отрады, ни в государственных делах, ни в забавах. Женатый мужчина, у которого нет сына, не испытывает ни малейшего счастья ни в этой жизни, ни в следующей. Долгие годы царь безуспешно пытался стать отцом сына. Но ему не везло настолько, чтобы обрести подобного драгоценному камню сына источника всяческой радости. Понимая, в каких плачевных обстоятельствах он находится, однажды царь призвал подданных, которых он рассматривал как своих собственных детей, в царское собрание и сказал им, «О, дорогие подданные! Я никогда в жизни не совершал греховные поступки. Я не пополнял свою казну неправедно нажитыми средствами. Я не отнимал богатство у брахманов и полу-богов. Напротив, я покорил этот мир, следуя кодексу чести. Я заботился о вас, как о родных детях. Я всегда без колебаний наказывал даже моих близких, таких как братья или родственники, если они того заслуживали, и выражал должное почтение даже врагу, если тот был благороден и благочестив. О, брахманы! Несмотря на то, что я следовал подобному религиозному пути, почему я лишен сына? Пожалуйста, поразмыслите над причинами этого и дайте мне советы». Выслушав такие скорбные речи царя Махиджита, брахманы-советники царя посовещались и решили, что ради блага царя они отправятся в лес и посетят Ашрам и великих мудрецов, которым ведомо прошлое, настоящее и будущее. Так они и сделали. Они вошли в лес и стали заходить в Ашрам и великих мудрецов, разбросанные по лесу. Наконец, они встретили Ламасу Муни, который совершал суровые аскезы. Его тело было духовным и полным блаженства. Он соблюдал строгий пост, контролировал свои чувства. Ему была известна наука вечных принципов религии. Он был знатоком всех писаний. Продолжительностью жизни он не уступал брахме и сиял. Когда заканчивалась калпа брахмы, то один волос, лома в переводе санскрита, выпадал из его тела. Поэтому мудреца звали Ломаса Муни. Мудрец Ломаса был знатоком прошлого, настоящего и будущего. Советники царя предложили мудрецу поклоны и смиренно сказали, «О, великий мудрец, благодаря нашей великой удаче мы повстречали великую душу, подобную тебе». Мудрец Ломаса спросил, «Кто вы? Почему вы сюда пришли? Почему вы восхваляете меня?» Брахманы отвечали, «О, великий мудрец, мы пришли к тебе, чтобы рассеять наши сомнения. О, владыка, у нашего царя нет сыновей, мы его подданные. Царь относится к нам, словно к родным детям. Мы испытываем скорбь, видя печаль нашего владыки. О, лучший из брахманов, мы хотим совершить здесь суровые аскезы. Благодаря великой удаче нашего царя сегодня мы повстречали великую личность, подобную тебе. Даршан в великой личности позволяет обрести всяческое совершенство. Пожалуйста, дай нам наставление, следуя которым наш бездетный царь сумеет обрести сына». Услышав эти искренние молитвы, мудрец Ломаса на мгновение погрузился в глубокую медитацию и сразу же увидел прошлую жизнь царя Махиджита. Затем он сказал, что в прошлом рождении царь был бедным вайшей, торговцем. Он совершал греховные поступки. Однажды, путешествуя по деревням и торгуя, он захотел пить. То был полдень-два даши в месяце июля. Вскоре он обнаружил прекрасное озеро и решил попить из него. В это время на берег озера пришла корова с теленком, чтобы попить. Как только корова попыталась это сделать, торговец немедленно ее прогнал и стал пить сам. Тем самым торговец совершил грех. Впоследствии, торговец благодаря своим заслугам родился как царь Махиджит, но у него не было сына. Услышав эти слова великого мудреца, советники царя сказали, «О, великий мудрец! В фуранах говорится, что благочестивые заслуги уничтожают следствие греховных поступков, поэтому, пожалуйста, дай нам наступление, благодаря которым все следствия грехов царя будут уничтожены, и он сумеет стать отцом сына». Великий мудрец Ламаса отвечал, «Существуют знаменитые благоприятные икадыши, известные как Павитра икадыши, которые приходятся на период растущей луны в месяце июль-август. Вы все, и царь, должны должным образом соблюдать этот икадыши. Если вы последуете моему совету, то царь непременно будет благословлен сыном». Услышав эти слова мудреца Ламасы, все советники царя сразу же стали счастливы и удовлетворены им. Они поклонились мудрецу и вернулись домой. Затем они встретили царя Махиджита и подробно пересказали ему все, что услышали от великого мудреца Ламасы. Позже, когда пришел положенный срок, советники царя вспомнили совет мудреца и вместе с царем должным образом соблюдали обет Павитра икадыши. В день Двадыши на следующий день, как посоветовал мудрец, советники отдали всю накопленную заслугу царю. Под влиянием этой заслуги царица забеременела и в должный срок родила прекрасного сына. О царь Ютхишхира, любой, кто соблюдает этот священный икадыши, освобождается от следствия греховных поступков и становится счастлив как в этой жизни, так и в следующей. Любой, кто слышит о славе этого икадыши, опретает счастье, проистекающее из отцовства в этой жизни и возвращается к Богу в своей следующей жизни. Такова слава Павитрапана икадыши, описанная в Бхавишоттарапуране, в беседе Господа Кришны и Махарачи Ютхишхиры. Пост на икадыши начинается с восхода солнца или же с предыдущего вечера. Байшнавский ведический календарь рассчитывается полонным циклом с учетом географических координат, поэтому даты икадыши и время выхода из поста изменяются относительно местности, в которой вы находитесь. Если вы хотите узнать дату праздников икадыши и время выхода из поста на следующий день для вашего города или региона, воспользуйтесь ссылочкой под видео. Субтитры создавал DimaTorzok